всем привет добро пожаловать в аленка блог и сегодняшнее видео сотая сотая видео на моем канале это юбилейное видео я невероятно счастлива такой добрый такой позитивной отдачи от вас моему каналу чуть меньше года и я даже не представляю что у меня будет столько подписчиков такие все положительные добрые спасибо вам мои любимые спасибо ваши слова меня поддерживают заряжают энергией еще больше составляет творить идти вперед не обязательно даже видео не обязательно даже вот каком-то знаете творческом youtube пространстве просто по жизни это очень приятно и душевно спасибо вам большое и сегодняшнее видео юбилейное видео я посвящаю ароматам который я открыла в этом году для себя и которые стали для меня ну неким совершенством я уже не представляю как бы я без них жила они закончатся я обязательно пойду куплю их еще какие-то ароматы мелькали моих моих видео чаще других какие-то не очень но это не значит что они там так или иначе на разных ступенях вот какой-то градации они все одинаково любимые и они реально открытие этого года и давайте начнем этот мандарины нет это не мандарины я хотела мандарины так как новый год но это апельсина ничего три апельсина я не умею жонглировать давайте начнем давайте говорить о ароматах первый аромат который ну вот прям можно конечно улыбнуться он очень часто мелькал у меня видео он появился у меня в этом году juliet has a gun citizen queen обалденный аромат обалденный чем дольше его ношу тем больше проникаюсь он мне не не надоедает а это большой плюс потому что иногда если ты долго 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 носишь аромат он так или иначе ты от него устаешь тебе хочется поменять тебе хочется что-то новое а этот аромат для меня загадка до сих пор он каждый раз как-то меня удивляет что-то в новое в нем я нахожу в тепле мне нравится его носить в тепле и в жарком климате климате сейчас нас лет и я его активно опять начала носить великолепная кожа великолепная пудра очень нестандартно очень нетипичное раскрытие в отличие от других пудровых ароматов которые у меня есть вот это что-то такое уникальное очень комплементарная очень красиво у него шлейф у этого аромата я без ума от этого аромата у него характер он особенный я его люблю билет хозыган мое открытие 2017 года и раз мы уже говорим о джульет хозыган следующим открытием 2017 года был но ты парфон но ты в парфон мне подарили на день рождения моя подружка спасибо большое тебе дорогая я его хотела давно и долго ну как-то я его наносила на себя не могла понять до конца как он на мне будет раскрываться пока у меня не появился этот флакон он каждый раз по-новому раскрывается на мне иногда какими-то специями иногда каким-то кремовыми нотами иногда вот просто вот уходовой косметикой как крем не вея скажем так но нет она не вот прям те уходовая косметика просто вот каким-то кремовым таким немножко простейшим запахом а иногда это что-то такое необыкновенное красиво он никогда место не остается незамеченным это конечно показатель не надоедает найти я когда куда-то еду например даже на выходные я беру с собой ароматы какие-то его я беру всегда мне нравится его миксовать с другими ароматами мне нравится его просто как самостоятельный парфюм с утра после душа он дает невероятное ощущение чистоты и заряжает на весь день таким хорошим хороший старт он дает очень классный аромат тоже мое открытие следующее открытие этого года совершенно неожиданное вот этот вот аромат он не новый это ком де герсон дот он по моему уже давно в продаже но вот я как-то к нему мне всегда интриговал флакон мне очень нравится вообще дизайн я обожаю парфюмерию ком де герсон они уникальны у них свой собственный почерк это такой урбанистический стиль нового поколения так пахнет знаешь знаете как матрица как вы знаете герой киану ривса когда-то вот он был такой супер супер популярен сейчас классный фильм мне кажется вот киану ривз мог бы олицетворять собой его образ нео мог бы олицетворять собой ароматы ком де герсон вот они такие красивые стильные очень строго одеты и невероятно умные ну как то так этот аромат у меня появился был такой хороший день у меня приятный на работе везде у меня было хорошее настроение было так прохладно я зашла в магазин и вот просто как-то вот рука потянулась и мне захотелось его себе приобрести чему я несказанно рада он пахнет очень странно знаете не покупайте его без пробы слепую не надо он необычный аромат специфический аромат он пахнет ядовитыми ядом вот этой божьей коровки знаете если когда отпускаете ее на руку и она начинает выделять такие желтые штуки вот этот вот и и я и вот это реально пахнет вот как-то так ядом насекомых смешанным с сочностью разно разных 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 разнообразных тропических и не только фруктов и это все перемешку дает невероятный аромат комды герсон дот прекрасный позитивный жужжащий радостный класс классный аромат мое открытие в этом году и закончится куплю обязательно а следующий аромат тоже открытие подарили мне на день рождения таком дегерсон загорск много было дебатов кому как пахнет кому морковью кубани кому с рубом кому еще с чем-то морковь конечно здесь присутствует это именно вот это ирис дает такую немножко морковную пряную сладкую сваренную найти когда морковь отваренный вот она вот так пахнет это быстро проходит и вот для меня это вот так или иначе аромат россия аромат леса аромат хвой аромат это маленького бревенчатого домика в лесу бесподобный уникальный специфический необычный аромат загорск комды герсон мое открытие в этом году следующий аромат который я открыла в этом году я с ним была знакома до этого но у меня его не было я хотела себе его очень 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 купить и купила это мицуко а в туалетной воде знаете в австралии оказывается не вообще не приводят мицуко это парфам не знаю почему как-то вот не привозят только туалетная вода я заговорила с консультантами никто конечно ничего не знает почему как а он прекрасен мицуко это вот но это невероятная энергетика у этого аромата он немножко меланхоличный есть в нем какая-то немножко печаль печаль и и наиболее красивое раскрытие у меня случилось когда была такая на эти дождливая погода и мицуко заиграла просто вот какими-то нереальными нереальный музыку выдала аромат да аромат вот именно какого-то настроения немножко грустного немножко такого расслабленного немножечко ну да примесь печали здесь присутствует но это неплохо это неплохо он уникален уникален вообще по всем характеристикам ни на что не похож бесподобный бесподобный аромат мне иногда нравится очень наносить его на ночь перед сном у меня убаюкивает успокаивает и я очень хорошо с ним сплю иногда нашу его ну просто дома на улицу но все равно у него вот какой-то такой да грустный немножко настроение может быть история самой мицуко я не знаю вот как это вот он немножечко дает это эту грусть но так или иначе она бесподобна это туалетная вода берлен мицуко это классика следующий аромат который я открыла для себя в новом году конечно я его знала и до этого и как бы я не раз подходила и пробовала его и наносила на себя и нет мне это не надо мне это не надо мне это не надо это шанель номер пять шанель номер пять у меня вот случилось озарение что да мне надо мне надо я пошла и купила здесь 50 миллилитров вот уже у меня сколько осталось это просто мой какой-то личный это кайф я я счастлива когда у меня просто в сумочке лежит неважно чем я надушилась мне нужно вот что вот он со мной был для успокоения там я такая таблетка счастье абсолютного счастья нереальная дегиды бесподобный шлейф ну все мне в нем нравится с утра до вечера я могу им поливаться мне нравится как он пахнет от одежды мне нравится как он пахнет от волос мне нравится ну мне все в нем нравится в этом аромате уникальный какой-то вот невероятно невероятно грандиозно современный несмотря на его как вы уже года все еще мечтаю попробовать винтажную версию но может когда-то закажу себе посмотрим а ну это ну это вообще у меня нет слов шанель номер пять моем открытия этого года как-то так получилось следующий аромат открытия этого года это аромат от фредерика маля но ар и пик и пик и пис короче черные специи от мишель рудницка так получилось что этот аромат был у меня вообще уже очень давно я о нем благополучно забыла я уехала в австралию 6 лет назад и все я забыла и мама мне послала перед ее приездом в прошлый раз фото ароматов которые у нас дома там остались и среди них был фердерик малия я так удивилась что я как я вообще могла забыть о нем ну так или иначе он ко мне приехал красавец ребята 100 миллилитров вот столько здесь уже израсходовано невероятный аромат аромат просто я преклоняюсь вообще перед творчеством мали и его прекрасных парфюмеров как он вообще все это сама концепция мне очень нравится я бы все баромата от фредерика маля просто могут приобрела если была бы возможность конечно но пока приходится довольствоваться тем что есть и мечтать о чем-то больше черные специи это да это очень жгучие теплые специи но среди этих специй возникает невероятно красивая бархатистая роза вот роза здесь просто какая-то нереальная я носила этот аромат зимой под мех под мех у меня такой черный меховой жилет черные специи черный меховой жилет и просто вот хотелось вот так вот сидеть уткнуться в этот вот мех и вдыхать его вдыхать 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 пока вот не надоест это просто что-то нереальное аромат теплый аромат очень резкий на старте но это вот такая вот обманка в базе он просто он просто нежнейший он просто такой бархатный такой пушистый такой вот теплый это бесподобно это бесподобный аромат но черные специи но а и пик эпиз от фредерика маля и мишеля рудниц к моя вновь обретенное мое открытие этого года я безумно рада что он сохранился и никуда не убежал от меня далее аромат открытия это данли от луи виттон я уже говорил о нем он даже отдельное видео делала неожиданно понравившийся мне аромат очень сильные вообще вся линейка луи виттон мне безумно нравится я ну может быть там с какими-то исключениями да но вот три аромата я вот прям хотела бы себе еще в коллекцию в коже на коже данли по это кожа это фирменная выделанная луи виттон кожа готовить которых шлются вот эти сумки чемоданы и но все мы знаем да запах такой очень резкий очень кожаный кожа тут такая вот прям брутальная как мне показалось в начале но потом это все мешается с белыми цветами тут же смен тут нарцисс по-моему какие-то абрикосовые ноты вот когда я только-только его начала распробовать мне очень ясно слышали здесь абрикосы потом потом уже мне ослышался нарцисс и вот но сейчас это просто такая симфония вообще каких-то ароматов вместе бесподобный бесподобный аромат ни на что не похожий я люблю кожаные ароматы кожаные такие достойные ароматы необычный аромат не не таким не такая кожа как такая кожаная прокуренная куртка хотя я мечтаю об одном аромате кожаные прокуренной куртки это шанель и кирдарю кирдарю с русской кожи вот это да вот у меня и ботега еще но короче отвлеклась вы виттон дали по аромат открытия этого года ношу с удовольствием вот уже столько у меня нету здесь 100 миллилитров прекрасно закончится пойду наполню еще они наполняются мне это безумно понравилась такая идея что флаконы можно наполнить классно следующий аромат открытия этого года прекрасный 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 роберт пеге и этот аромат я купила себе три аромата от роберта пеге этот аромат мне понравился меньше всего но сейчас мне он нравится больше всего я его оценила я его наверное поняла я его раскусила и он меня полюбил наверное в ответ это бакхарь бакхарь и от роберта пеге это нереально красивые альдегиды и альдегиды здесь немножечко такие ретро немножко припудренные пыльные иногда хочется от них чихнуть и вот знаете я видела видео наташи золотарёвой и александр валерьевна когда они вот это вот пробовали и не говорили о брызгах шампанское вот когда эта пробка открывается вот этот вот дымок да дорогое французское брюд шампанское я здесь слышу это прекрасный аромат это аромат вот ну реальной роскоши реально такой породистый аромат он но он как-то вас собирает не знаю с ним не хочется сутулиться с ним хочется выпрямиться расправить плечи с ним хочется одеть красивые туфли как это вот что-то сделать красивую прическу я не знаю он бесподобный он бесподобный бесподобный аромат кто не пробовал попробовать мне кажется это такая вот аромат легенда аромат история аромат какое-то вот приключение вне время очень красивый следующий аромат открытия этого года это наверное этот самый любимый из всех что я вот показала ну это просто бесподобный аромат суеверный superstitious от фредерика маля создатель доминик рапион и дизайн флакона создал дизайнер альбер альбер эльбаз аромат знаете я когда только на инстаграме начала смотреть вот эти вот фото на фредерик маль страницы когда они что-то вот делали вместе с эльбаза я уже была заинтригована я была заинтригована настолько этими фотографиями набросками эскизов черно-белой фотографии их интервью совместным и мне было невероятно интересно что же это получится когда я увидела что это альдегиды что это роза что это еще что то такое я просто я я уже знала что этот аромат будет моим даже еще не пробовав его и когда наконец я дождалась к нам его завезли к нам его привезли я вдохнула нанесла на себя я помню я пошла на парковку села в машину и просто сидела наверное минут пять вот вдыхала и наслаждалась и не могла поверить насколько это красиво и насколько это реально сто процентов совпадает со мной с моим каким-то мироощущением с моим понятием красоты женственности какого-то знаете шика до абсолютный шик это абсолютная классика такая современная дерзкая немного немножко такая тоже время закрытая классика остановила меня покупки только конечно его цена она не самый такой дешевый парфюм но спустя какое-то время у меня получилось его купить я несказанно рада что он у меня есть когда я его ношу не иногда даже неловко от его красоты от его какой-то вот знаете немножко интимной близости его замечают практически все и всегда невероятно невероятно невероятный моя любовь моя любовь моего воплощения олицетворения я не знаю меня отождествляю его с собой ну вот как то так вот вышло вот такой аромат если вы не пробовали попробуйте пожалуйста очень хорош следующий аромат абсолютная противоположность вот этой вот вот это вот сейчас тираде но тем не менее это открытие для меня 2017 года это габриэль габриэль от шанель я хотела его попробовать естественно столько было шума новый аромат долгожданную шанель бла-бла-бла пошла попробовала и влюбилась у нас была весна у нас распускались цветы у нас воздухе витала вот это весеннее настроение и вот габриэль она вот прям на цыпочках забралась мое сердце влюбила меня себя мне дали пробник я взяла три пробника попросила всех на себя вылила очень быстро и вот наконец мне подарили вот этот прекрасный прекрасный аромат спасибо моей подруге аромат о белых цветах аромата цитруса аромат знаете о каком-то вихре о молодости о весне о мечтаниях о каком-то знаете полете вот в нем есть что-то такое немного детское немножко какое-то инфантильное но много ароматов с белыми цветами у разных брендов есть но вот этот аромат он отличается для меня и для меня именно вот как он сделан очень хорошо сделан он очень гладкий он очень ладный он успешный аромат коммерческий очень успешные современные вне сезона вне закона вне возраста прекрасный прекрасный аромат открытие мою ну и ваш наверное тоже 2017 года и последний аромат мое открытие это аромат такой старинный уже но я их только в году попробовала этого такая волшебная вода от rms аромат нового года реально знаете я ну я не знала что это аромат нового года сейчас я смотрю очень у многих на инстаграме именно вот этот аромат лежит под елками лежит в окружении апельсинов еловых веток и я понимаю почему он реально какой-то вот со снежинками золотыми какими-то искринками с серпантином с хлопушками найти в этом аромате хочется выбежать на улицу по снегу на шпильках накинув красивую там шубу или пальто и стрелять там салюты пускать или еще что-то в общем аромат классный аромат классный прекрасный я буду я заканчивать эту миниатюру или куплю себе уже большой но мне он безумно понравился он стал для меня открытием все этом все все ароматы закончились открытие этого года я надеюсь вам понравилось видео пишите о ваших открытиях пишите пожалуйста может быть что такое вот грандиозное вы для себя открыли и я постараюсь найти это здесь у себя и тоже попробовать и поздравляю всех с наступающим это как путь и поздравляю всех с наступающим новым годом я думаю это видео уже будет последний в этом году всем счастья всем сбычи всех мечт и какие-то вот какие бы планы грандиозные вы себе не запланировали в следующем году пусть они всегда все исполнится спасибо вам большое спасибо что вы со мной спасибо за вашу доброту теплоту и вообще мне мне приятно с вами была аленка блок всем пока чао-чао пока